В Южно-Уральском государственном университете состоялась пятая студенческая научно-практическая конференция «Астероидная безопасность». В течение трёх дней студенты аэрокосмического факультета представляли свои разработки, обеспечивающие безопасность нашей планеты от небесных тел, в частности астероидов. Работы ведутся достаточно интенсивно, и, конечно, для нас очень важно, чтобы ребята видели результаты полугодовой работы. В этом отличие этой конференции от обычных научно-технических конференций, когда годовые вот такие циклы, в течение года люди работают, а потом докладывают свои результаты. Мы идём другим путём. Почему? Повторюсь, что работа достаточно интенсивно ведётся. Это связано с выполнением целого ряда проектов, которые выполняются на аэрокосмическом направлении. Главное из них – это по демонстратору, демонстратор двигательных установок, систем управления, для того, чтобы получить результаты по технологиям изготовления, создания, разработки и так далее. Ракеты-носители одноступенчатой будущего поколения, то есть полностью возвращаемой, таких ракет ещё нет в мире. Современной науке нужны специалисты, которые могут обнаружить космические объекты и предотвратить опасную ситуацию для населения планеты. В этой области работают студенты аэрокосмического факультета ЮРГУ. Они создают проекты, разрабатывают систему аппарата ракетоносителя и других систем обеспечения безопасности от астероидов и представляют их на конференции «Астероидная безопасность». Основные результаты, которые будут представлены на конференции – это результаты деятельности МОБ «Астероид», которые входят в структуру Политехнического института ЮРГУ. Многие доклады будут связаны именно с теми проектами, которые реализуются у нас на аэрокосмическом направлении в рамках проектного обучения. То есть это, прежде всего, проекты по разработке ракетоносмического комплекса с полностью многоразовой ракетоносителя с легкого класса, универсальной космической платформой. Студент аэрокосмического факультета Данил Бельчиков, например, создал модель форсунки для жидкостного ракетного двигателя. Молодой человек разработал надежную методику для учебных целей для того, чтобы избегать экспериментальных исследований. Теперь его проект можно использовать как базу для дальнейшего более глубокого научного исследования. Молодые ученые создают не только научную базу, но и проектируют конкретные составляющие ракет. В целом, как бы, общее такое, как бы, аэрокосмическое направление. Ну, естественно, что в ней принимают участие какие-то ребята, которые ведут какие-то большие проекты. И это не первый год происходит, поэтому они, как бы, по мере разработки тех или иных узлов, агрегатов, ну, изделия в целом, они докладываются во своих успехах. Помимо вклада молодых ученых ЮРГУ в космическую отрасль России, студенты получают навыки научной дискуссии и возможность упубликовать статью в сборнике докладов, который войдет в базу данных РЕНС. Студенты презентовали инновационные решения экспертам аэрокосмической отрасли в течение трех дней. На конференции присутствовали представители бизнеса и компаний-партнеров ЮРГУ. Благодаря возможности показать свои разработки профессионалам и заявить о себе, студенты могут легче трудоустроиться в крупную компанию после окончания вуза. Спасибо. Спасибо. Спасибо.